Друзья, ну что, наконец-то GX 550 в собственном обличии, версия Premium Plus, тест-драйвовая для тест-драйвов. Сегодня мы на нем прокатимся, я вам расскажу подробно, что это за автомобиль, какие у него интересные технические особенности в белом цвете. Интересная машина, друзья, вживую, конечно, выглядит она совершенно по-другому, не так, как на фотографиях. Я не буду слишком долго рассказывать вам про внешку, внешка это понятие, конечно, такое, у каждого свои какие-то вкусы. Я вам просто хочу показать автомобиль целиком, рассказать про технику, про цены, сделаем обязательно тест-драйв и подведем итоги. Ну, второе, третье, точнее, уже поколение, конечно, сильно отличается от того, что было. Это окошко у вас. Можно открыть вот так вот дополнительно и закрыть. Цельный лайт-бар. В этой комплектации колеса у нас 265 на 55 R20. Они не разноширокие, одинаковые фиксированные подножки. Рама, само собой. Это премиум плюс, если я не ошибаюсь. Подсветка есть поворотов, диодные туманки. Выглядит монструозно, друзья. Вживую, конечно, вид у машины очень интересный. Сейчас я вам расскажу еще про технику, про салон. Машина построена на новой платформе TNGAF. Это грузовая тойотовская платформа. На ней LX новый построен, Tundra, Sequoia и все остальные. И вот для тех людей, которые знакомы с новым, точнее вообще с GX, с тремя, с двумя поколениями предыдущими, я думаю, интересно с технической точки зрения знать, а вот во что превратился GX нового третьего поколения. Я вам хочу сказать, это тот же рамный автомобиль, это тот же неразрезной мост. У машины появился электронный КДСС. Если раньше с ним могли быть проблемы у бушных машин с тем, что протекала жидкость, то есть это все было на основе сообщающихся сосудов, то есть с помощью специального масла. Стояло у нас два насоса на передней оси и на задней оси. Они между собой сообщались. Если был крен кузова, соответственно, у нас блокировался стабилизатор поперечной устойчивости для того, чтобы, собственно, погасить этот крен и все остальное. Были проблемы, когда был прокол шины, машина заваливалась на бок, соответственно, у вас там могла упасть вся там левая сторона, например, на бок или там вся правая и тому подобное. Были нюансы. Ну и, соответственно, контролировать это индивидуально невозможно было. Что делает Lexus сейчас? У нас электронный КДСС. Электронный КДСС – это два актуатора на передней и на задней оси, контролируется электронно. Гидравлическая система. Можно теперь индивидуально управлять стабилизатором передним, управлять индивидуально стабилизатором задним, плюс дополнительно еще сами колеса. Вы можете индивидуально ими управлять и контролировать. И все это еще подвязано на режимы езды, и все это подвязано на кролл-контролл и все остальное. То есть машина теперь намного умнее пользуется этой системой. И на бездорожье она будет максимально распускать стабилизаторы для того, чтобы артикуляция осей была максимальная, соответственно, на ровной поверхности, на большой скорости, когда высокая скорость, чтобы машина не заваливалась, она в соответствующем режиме езды будет поддерживать то значение, которое задано в программе. Вот, вы на это тоже не влияете, теперь, ну, режим и диапазон работы теперь куда шире, намного и вот электронный КТСС, это именно уникальная особенность Лексуса, потому что родственный Toyota Land Cruiser 250 серии, у него такого нет, у него распускаются передние стабилизаторы, здесь же полностью управляются два стабилизатора, передний и задний. Неразрезной мост никуда не делся, сейчас вам еще более подробно открою капот и покажу, что под капотом, двигатель, трансмиссия, вот, но неразрезной мост, полный привод всегда full-time, торсен, центральный дифференциал с возможностью блокировки, настоящий, механический, тут вопросов нет, все должно быть надежно, все должно быть проверено в этом плане, вот. И у топовых версий внедорожных, которые называются Overtrail, Overtrail+, адаптивный амортизатор и, возможно, заблокировать еще и задний дифференциал, друзья, вот. Поэтому в плане бездорожья это все тот же нормальный, адекватный внедорожник за свои деньги, в принципе, про цены сейчас мы поговорим, но, в принципе, потери исключительно V8, по салону машина стала более просторная, это премиум, да, премиум плюс 550, в данном случае машина стоит 72 тысячи до налогов, друзья, это недорого. Три ряда сидений, ну, сейчас я вам подробно, конечно, покажу это, просто сейчас показываю. Сейчас салон я вам более детально покажу. Кожа, мягкие панели, большой экран. То есть, с технической точки зрения никакого даунгрейда здесь нет. Артикуляция осей больше за счет электронного КДСС, мощность больше, чем у предыдущего поколения V8 300 лошадей и 440 крутящего, здесь теперь 650 крутящего и 355 лошадиных сил. 0,100 примерно 7 секунд. То есть, ну, машина осталась такая честная своим вот каким-то принципом, наверное, внедорожным, по которым Toyota и Lexus строят свои модели. Это все еще не LX, здесь нет дотяжек, здесь нет пневмы, здесь нет задних вентиляций сидений и тому подобное. Но здесь осталось то, что, я думаю, нужно будет большинству автолюбителей в этом классе. Рама, задний неразрезной мост, большая достаточно артикуляция осей и плюс у версии овертрейл еще будут колеса побольше. Сейчас я вам подкрою капот, покажу, что под капотом, пройдемся по салону, сделаем обязательно тест-драйв и подведем итоги. Двигатель твин-турбо, шестерка, V6, 3,4 литра, 650 ньютон-метров крутящего, 350 лошадиных сил американских и 355 где-то примерно метрических. В паре с 10-ступенчатым автоматом, естественно, продольное расположение, всегда полный привод. И расход, я вам хочу сказать, к сожалению, здесь ужасный, то есть машина где-то 17-18 миль на галлон проезжает. Это, в принципе, сопоставимо с предыдущего поколения V8 двигателем. То есть особо не получится у вас сэкономить топливо, если вы думаете, что вы купите шестерку, да, то есть вот как-то так оно получается. Машина по-прежнему тяжелая. Вот, еще по технике у вас, соответственно, это центральная блокировка дифференциала типа Torsen, всегда полный привод. Можно заблокировать в версиях покруче, у вас будет еще блокировка заднего дифференциала. И в версиях покруче у вас также еще будет возможность поставить сюда адаптивные амортизаторы. Вот, как-то так. Камеры 360, LED-оптика. В общем, по технике, друзья, жалко, но пневмой здесь не будет, только адаптивные амортизаторы. Ну и новая платформа, само собой, TNGA, на которой построены Tundra, Sequoia и все остальные. Друзья, ну что, по салону GX 550, это, в принципе, знакомая панель приборов по Lexus TX, которые я уже до этого тестил. Это лучше, чем в RX, это лучше даже, наверное, чем в TX. Дальше. Приборка у нас полностью цифровая, не как у RX, а там кусочки какие-то у нас аналоговые, кусочки цифровые. Хорошо, что руль у нас без каких-либо сенсорных кнопок. Обычные нормальные кнопки. Здесь управление адаптивным круизом, безопасностью. Здесь можно выбрать источник звука. Слева, соответственно, у вас управление громкостью и менюшкой. Тут можно ОК сделать. Вот, выводить там различную информацию можно. Можно конфигурировать эти колодцы. То есть, это похоже на то, как сделано в Toyota. Здесь я слишком долго не буду останавливаться. Есть проекционный дисплей. Здесь управление стеклоподъемниками. Спереди, сзади. У всех автоматический режим. И самое интересное здесь, это, конечно, ну, не интересное, а самое удобное. Это огромное, конечно, зеркало. Это большой плюс. Ручки дополнительные здесь, здесь. В данном комплектации у нас еще люк, черный потолок. Огромный 14 дюймов экран. То есть, это все то же самое, что в современных Lexus, в современных Toyota. Здесь я не буду слишком долго на этом останавливаться. Трехзонный климат-контроль. Сзади своя зона, сейчас я покажу. Здесь вот интересно сделано. Система подзарядки. Вот так вот это все закрывается. И вот эта часть у вас тоже закрывается. То есть, у вас не будет каких-либо открытых ниш. Два подстаканника. Это большой плюс. Сюда как раз можно бутылочку брендированную от Lexus поставить. Шифтер 10-ступенчатого автомата. Здесь также у вас есть возможность выбора. Это полный привод стандартно. 4-хай. Дальше 4-пониженный. И, соответственно, то есть, у нас двухступенчатая раздатка. И блокировка центра. Дифференциал типа торсен. Механический, как я говорил в обзоре. В механической части, в технической части. Ручник. Автохолд. Удержание тормозов на светофоре. Здесь также у вас выбор режимов езды. На приборной панели выводится эко, нормал или спорт. И, в принципе, все. Также есть и CT Second. То есть, здесь можно трогаться со второй передачи. Как это сделано в некоторых Тойотах. В старых это уже давно у Тойоты, у Лексуса присутствует. Ничего нового здесь нет. И беспроводная зарядка. То есть, вот этот вот мне нравится, как они сделали центральную консоль. Все обшито, мягенько. Здесь у вас управление трейлером, тормозами, трейлеры, подключение. Вот здесь можно регулировать. Машина может буксировать до 4 тонн. Где-то 4200-4300. Полочка сверху. Дополнительный у вас здесь ящик. Здесь. Вот эта вся часть абсолютно мягкая. Обратите внимание, торпеда, она не огромная. Она утоплена вот туда, вот ближе к стеклу. Это большой плюс, потому что она не торчит сюда. У вас ощущение пространства. Это огромный плюс в этой машине. У вас ощущение того, что здесь просто нереально много воздуха, места. И оно так и есть. Машина действительно большая. Я думал, она будет поменьше внутри. Также у нас здесь система безопасности. Все присутствуют. Удержание адаптивный круиз. Она смотрит за вашими глазами. Соответственно, вы можете ехать без рук в течение минуты-полторы. У нас адаптивное освещение. Ближний, дальний, адаптивный. Память сидений здесь присутствует. Отключение парктроников. Включение розетки сзади. Складывание зеркал в этой версии премиум или премиум плюс присутствует. В принципе, сидеть удобно. Такая капитанская посадка и капот. Видны как раз вот эти вот грани капота. Будет удобно парковаться. В принципе, неплохо. В этом плане удобно. Сейчас я вам покажу, что сзади. Машина, кстати, собирается в Японии. Белый красивый перламутровый цвет. Шторок у нас в данном случае нет. У нас здесь возможность есть третий ряд. Посмотреть. Вот как третий ряд. Он недоступен на версии овертрейл. Но он в основном для детей и для невысоких взрослых. В остальном он не будет очень удобный. Можно присесть сюда, посмотреть, как это все. Сейчас чуть-чуть это поправлю. То есть вот так вот. Третья зона климат-контроля присутствует. Подогревы сидений присутствуют. Но нет вентиляции, как в том же TX, например, в топовых версиях. Кожаный салон, натуральная кожа, перфорация присутствует. Сидеть достаточно удобно. Сами спинки у вас не спинки, а сам диван у вас не двигается. Но можно наклонять спинку. В принципе, то, что можно наклонять спинку, это огромный плюс. Дополнительно у вас здесь подлокотник с подстаканниками. Дефлекторы сверху. LED свет. Машина, я бы не сказал, что она огромная. То есть какой-нибудь Grand Highlander или Lexus TX сзади будет больше места. Кстати, посадка подстроена под меня. Сервопривод руля. То есть комфортный вход. Здесь все присутствует. При комфортном входе у вас сиденье еще. Она, наверное, подвинется наоборот вперед, так как сейчас машина стоит на паркинге. То есть будет места чуть-чуть больше. То есть я не упираюсь, касаюсь просто. Мой рост метр девяносто три. Третья зона климата. Плюс дополнительно у вас еще есть здесь USB Type-C. Два порта. И не самый высокий центральный тоннель. Это тоже большой плюс, я бы сказал. Вот. Багажник. Сейчас я вам покажу. Черный потолок. Кстати, выемка здесь. То есть для седоков второго ряда у вас как бы уходит потолок чуть-чуть наверх. Таким образом освобождая больше места. Вообще вот как выглядит у вас салон нового 550-го. Я бы сказал, место плюс-минус так же, но салон пошире. А вот так по длине плюс-минус то же самое. Сейчас посмотрим, что у вас здесь по багажнику. Сервопривод, само собой. Красивый лайтбар. Открывается медленно, друзья. Вот третья зона, хотел сказать. Третий ряд. Соответственно, его можно... Как его можно сложить? А ну давайте. А, у нас он электрически складывается. Все, понял. Я думаю, почему его не мог вручную? Я думал, его надо вручную. В общем, можно сложить вот так вот с помощью кнопочек. Вот аптечка, дополнительная розеточка. Ага, не уходит, потому что у меня та часть, она не подвинута вперед. Ну, то есть автоматически, кстати, нижняя часть тоже пододвигается. Это тоже плюс. То есть, в принципе, если вам кого-то надо перевести на небольшое короткое расстояние, это можно сделать. Сервопривод, соответственно, пассажиры смогут пользоваться им для того, чтобы наклонять спинки, как я сейчас где-то делал, вот с этих двух кнопок. И порты зарядки, USB Type-C. Черный потолок. И, в принципе, у вас снизу еще такой органайзер. А здесь у вас должна быть докатка, да. Докатка снизу. Сзади у вас разрезной мост. И обычные амортизаторы. Друзья, ну вот так вот выглядит. Подножки стационарные. У топовых версий выезжающие. Вот как у нас выглядит салон управления сервоприводом сидушек. Сидушки сами по себе комфортные, широкие. Единственное, мне здесь не хватает дополнительного упора под колени. Было бы хорошо, если бы это выдвигалось. Потому что сама сидушка, она не слишком длинная на самом деле. Сервопривод руля. Регулировка яркости. Сброс суточного пробега. Все это здесь есть. Вот как выглядит наш GX 550. Друзья, ну как он вам? Пишите обязательно в комментариях. Он, знаете, похож на кубик снаружи. Друзья, ну и по ценам. Самый базовый Lexus GX 550 Premium начинается до налогов. И до прибытия к дилеру. Когда его автобус привозит. 64 500. Где-то 66, 66,5. И начинается он. Это за премиум. Премиум плюс еще где-то 2,5-3 тысячи. Потом идет Luxury. И Luxury плюс самые дорогие. Они там 82 тысячи старт цен. 82,5-83 уже у дилера, но до налогов. И Overtrail это 77,5 тысячи. Это машина, у которой адаптивные амортизаторы, как и у Luxury+. У него есть и КДСС, о котором я вам подробно расскажу. Или уже рассказал в технической части. То есть Overtrail он идет, как раз у которого и КДСС самая внедорожная версия. 33 внедорожные колеса, повышенный клиренс. Там машина стоит 77,5 старт. То есть где-то за 78-79 можно купить нормальную модификацию. Но она будет без третьего ряда. Я так понимаю из-за вот этих всех дополнительных технических узлов и агрегатов. Соответственно у вас нет третьего ряда. Возможно, я так предполагаю. У других всех комплектаций третий ряд будет. Именно Overtrail, Overtrail+, они лишены третьего ряда, друзья. То есть по ценам разлет приблизительно 65-66, 83-84 за топовый. Двигатель всегда один и тот же. Полный привод всегда постоянный. Блокировка центра всегда возможна. Поехали. Дэйна, мэк, гора, вот здесь. Жестко прошел полицейский. Дэйна, мэк, гора, вот здесь. Дэйна, мэк, гора, вот здесь. Прайл, Респонд, и Георбокс, да? Да. Дэйна, мэк, гора, вот здесь. Сейчас мы едем в нормальном режиме. Какой он огромный внутри, кажется. Снаружи небольшая. Это будет легко парк и маневр, потому что вы видите, что вы видите, что вы видите. историю а все четыре 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 что как с Комплементарий Ментинанс? Я думаю, это для первого года. Для первого года. Как ты любишь это? Да, это хорошо. Да, они фоллотом форвард-драйвы. Да. Да. Так, нет больше V8s. Как ты думаешь, это? Это, я бы сказал. Это, я бы сказал, немного смысл, а другая, немного ровно ровно. Да. Да. Как и повертель, смысленность? Да. То, он обладает вам самым? Да. Ну, да. Идти направо... Ну, или направо? Или направо? Да, направо. Толкнули. Тут менеджер что-то пытается показывать мне, рассказывать, но... Друзья, мне интересно, как машина себя ведет. Какие-то защиту, принесите при днестрельные системы, так что... Я надеюсь, что я был признан, что... Toyota Venza, 2nd gen. So this one has got the latest safety suite of features, like 3.0 or 2.5, whatever Toyota calls it, basically the same, right? So the Venza had 2.0 like one version back something like that, but also active lane keep assist blind spot monitor, all that stuff, it was their adaptive crew, so I'm pretty much aware of these features, nothing. I'm mostly interested from the technical part. It's a U-turn up here. Here, right? Yes, sir. Very smooth. Yeah, we've been selling a lot of them. You know, you know, which term level you've been interested in? Probably overtrail, but it's not available, right? No. First time driving it, you know. First time seeing it in person. I've seen it in the first time here. Zerkalatki, large, square, such a kapitanskai, mähnkai. Oh, как в турбинке слышно. Двен турбо. Хорошая тяга. So 479 pound-feet of torque, that's a lot. It's like in my metric system would be 550 newton-meters of torque. Okay. So I'm used to this. Newton-meters, not pound-feet of torque. Yeah. That, 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 not 550, 650, 650, that's a lot. When you get a chance, you're gonna go left lane, then you're gonna go straight. Do you know there are cups sometimes here or not? No, not really. Okay, good if you wanna hit it. Comfortная машина, очень комфортная, мягенькая. Приятная, конечно, машинка. Квадратная, и все такая. Субтитры сделал DimaTorzok Очень комфортная машина по подвеске, конечно, вопросов нет Жалко, что только пневма недоступна, только адаптивная Вот эта штука, друзья, в зеркале, в стекле Она вызывает чувство, будто бы машина в слепой зоне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Комфортненько, она ливневочка Мягенько Подводим итоги и делаем выводы после тест-драйва Честно, сразу забегая наперед, я хочу сказать, что машина Получилась, мне кажется, удачной Действительно, это вот одна из таких вот интересных, легендарных машин Наподобие я бы ее поставил в один ряд с Lexus LC Вот купе, V8, задний привод Вот такой вот трушный автомобиль в своей стихии В стихии элитных спорткаров Каких-то премиальных, да, там типа такого Что-то необычное для бренда И вот GX, это легендарная машина по-своему, уже третье поколение И мне кажется, Lexus, ну просто не могли забокопорить, да, зафакапить, как говорят местные Это поколение Кстати, добавлю по технике, клиренс 226 мм у версии Overtrail 221 мм у всех остальных Это по технике Касательно тест-драйва, машина действительно мощная То есть 350 лошадей, кажется, ну немного, да Машина весит как бы там под 2,5 тонны и тому подобное Вроде думаешь, ну такое себе Ну крутящий момент решает 650 ньютона метров крутящего Это на секундочку больше, чем у атмосферного 6.2 V8 У General Motors, например, у Chevrolet Tahoe Вот, то есть это внушительная цифра крутящего момента Которая позволяет вам, собственно, забить на цифру 350 лошадей Вот просто сухую цифру И понять во время тест-драйва, во время теста Если вы хотите купить такую машину Что такое все-таки 650 ньютона метров Машина вообще без какого-либо усилия едет вперед Набирает скорость там на видео, да, вы видели Я набрал 100 км в час Вообще без каких-либо усердий, усилий и тому подобное Машина вот так вот просто разгоняется Но это не самое главное в этом автомобиле Что мне понравилось, то что машина очень комфортная Машина просторная по салону Машина имеет понятные органы управления Никаких вот этих вот непонятных вау-эффектов Там сенсорных кнопок, панелей и тому подобное Физические кнопки климата, крутилки Физические у вас клавиши на руле У вас физические клавиши переключателя режимов езды Вот это вот колесико У вас блокировка дифференциала, кнопка У вас выбор повышенная, пониженная Например, качающийся рычажок То есть ты в этом автомобиле ощущаешь вот эту вот механику То есть вот это вот чувство То, что это такой вот нормальный автомобиль для людей Который имеет также большой потенциал по внедорожью По проходимости по внедорожью Вот это все, оно подпитывает дополнительно Как бы подтверждает то, что это автомобиль легенды И, ну, мне кажется, допустим Потому что среди всего остального Это не самый вместительный Есть TX, допустим, Lexus Если вы хотите что-то больше Там три полноценных ряда Вот, если вы хотите что-то быстрее Есть машины быстрее Это машина, которая совмещает в одном флаконе Все, она очень комфортная Единственное, что я бы хотел добавить сюда Опционально пневмоподвеску Когда проезжаешь лежачие полицейские Оно жестко отрабатывает Во всех остальных случаях Там ямки какие-то, еще что-то Очень мягкая, валкая машина Но валкая, она в меру Вот предыдущее поколение GX460 Кстати, советую обязательно посмотреть Мой обзор от T-Drive 460 Подробный Та машина слишком была валкой Эта машина в меру валкая Благодаря как раз этому электронному КДСС То есть машина может в режиме нормальном Не оффроуд Контролировать это все Плюс дополнительно там Кроу-контролы присутствуют Террейн селект можно выбрать в режиме езды И все это подвязано с этим ИКДСС электронным Который стабилизирует машину на хорошей дороге Чтобы минимизировать крены То есть по технике, по механике, по железу Это осталась та самая нормальная машина Трушная такая, железная, механическая И в этом огромный плюс Эта машина не такая роскошная, как LX в салоне Вот, у соплатформенного Land Cruiser Нового поколения 250 У него проще двигатели Там всего лишь 2,4 литровый турбо Плюс электромотор Там только 4 цилиндра, к сожалению Lexus выделяется тем, что это все-таки V6 Twin Turbo Тем, что у него электронный КДСС Адаптивные амортизаторы Машина сама по себе мощнее Интереснее Нафарширована И, конечно, куда более премиальная в салоне Всем ли нужен этот овертрейл С электронными управляемыми амортизаторами И с блокировкой, допустим, заднего дифференциала Я думаю, нет Поэтому они и сделали массу комплектаций Что 6, из которых только 2 Имеют адаптивную подвеску И блокировку заднего дифференциала И чуть-чуть повыше клиренс Как я сказал в начале Этих итогов Этого кусочка видео Так что и по ценам, мне кажется, очень адекватный Разлет 65 Там где-то 83-84 Будет с налогами уже полностью стоить Топовый, лакшери Плюс Вот, мои выводы Мне машина очень понравилась Вот, я, опять-таки, повторюсь Я не любитель Я бы себе такую машину не купил Потому что она мне, в принципе, не нужна Я люблю машины приземленные Вот Но, мне кажется, у Лексуса получилось У Лексуса получилось Они не пошли на поводу у каких-то трендов И они оставили вот эту механическую Железную часть У тех, кто любит эту машину У тех, кто знает первое-второе поколение Так что, я думаю, если кому-то сейчас машина не понравилась Друзья У вас есть лет 15 Чтобы она вам понравилась Предыдущее поколение было на конвейере 15 лет с 9 по 2023 год Это поколение, я думаю, продержится еще лет 15 То есть, где-то до 2040 года, друзья Я думаю, за эти 15 лет она вам должна точно понравиться В общем, шутки в сторону, друзья Обязательно подписывайтесь на канал Дальше больше Всем хорошего дня Увидимся в новом видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Дальше больше